ДК имени Горького гостеприимно распахнул свои двери для работников сферы жилищно-коммунального хозяйства города. Профессиональный праздник работников ЖКХ – это тот редкий день, когда в их адрес звучат слова благодарности и признания. Мы всегда заранее напоминаем руководителям всех предприятий ЖКХ, в том числе и частных управляющих компаний, о том, что у них есть право выйти с ходатайством о поощрении и награждении своих специалистов, своих сотрудников. Они этим своим правом воспользовались. Вот вы видите у меня бланки грамот, благодарственных писем. Мой первый заместитель Павел Олегович будет вручать награды, поэтому я думаю, что количество достаточно большое. Специальная комиссия просматривает все характеристики, смотрит производственные показатели за истекший период. И в большинстве случаев выдвигают еще и трудовые коллективы, поэтому я думаю, что все награды, конечно же, заслуженные. Обеспечить достойное качество жизни людей – задача не из простых. Большинство в день профессионального праздника на своих рабочих местах. Они следят за порядком на улицах и в домах, обеспечивают нас водой, теплом, электричеством. При этом ЖКХ не ругает, пожалуй, только ленивой. Но и обойтись без представителей данной профессии невозможно. Наиболее проблемное на сегодня – это наше предприятие теплосервис, о котором много говорим. Это позиция с закупом топлива, на которую ни мы, ни предприятия повлиять не могут. Отсутствие современной достойной техники, его облагоустройства для содержания наших дорог. Наверное, вот это самое главное. И тарифы. Наверное, за два года две благодарности письменных у нас все-таки были для сферы ЖКХ. Но снижение количества жалоб – это тоже показатель в этой отрасли. Награды и поздравления со сцены в этот день звучали прежде всего в адрес рядовых сотрудников. Так, к примеру, только в теплосервисе трудится порядка 220 человек. А ведь предприятию довольно трудно выживать в современных условиях. Вся страна живет в рыночных условиях. Поэтому топливо закупаем согласно рыночных цен. А, соответственно, тариф у нас тот, который утвержден РСТ. Нам все-таки уже идут навстречу. В ближайшее время нам выделят денежку небольшую. Но это еще только нам покроет разницу всего лишь в 2018 году. Что бы пожелали в день профессионального праздника своим коллегам? Ну, во-первых, терпения. Во-вторых, безаварийной работы. Более 150 человек трудятся и в водопроводном канализационном хозяйстве города. Сейчас предприятия переживают период реорганизации. Ну, в основном жалуются на то, что затягиваются, например, сроки ремонта. Конечно, бывают такие обстоятельства, что не всегда мы там можем в 4 часа, скажем, устранить аварию. Или нормативное там 8 часов. Нам позволяется и до 24 часов. Ну, естественно, что эти промежутки как бы немножко пугают людей. И часто бывают жалобы еще на то, что мы как бы при случае аварии без предупреждения отключаем воду. Но в этом плане мы тоже ничего не можем сделать. Авария – это как гроза, как молния. Слава благодарности слышите когда-то от населения? Чего они обычно касаются? Не часто, но бывает. Касаются они как раз того же самого, о чем мы сейчас говорим, что мы в кратчайшие сроки успеваем устранить аварию и снабдить население снова водой. Своему предприятию я бы пожелал, конечно, развития дальнейшего. Коллегам пожелал бы побольше благодарности от людей. Очень приятно в последнее время слышать часто слова благодарности, даже в письменном виде. За что благодарят? За корректное обращение, за выполненные работы, за сроки выполнения. Как выживать предприятию ЖКП в современных реалиях, для того, чтобы успешно оставаться на плане? Должны быть грамотные работники. Особенно в нашем случае, вообще как бы для управляющих компаний, это финансово-экономический отдел. Инженеры, конечно, у нас тоже главные. Но чтобы прожить в нынешних реалиях, это самое главное. Грамоты и благодарственные письма в этот день получили директора и водители, инженеры и операторы котельных, бухгалтеры и дворники, машинисты и электрики, электрогазосварщики и юристы. В сфере ЖКХ много профессий, нужных и важных.